Всем привет, друзья, я вас прошу на новый влог И сегодня наши приключения Квартирные продолжаются Конечно, ничего не сравнится Уже с этим пентхаусом за 25 тысяч долларов В месяц Но мы едем сейчас Еще один небоскреб Специально для влога В ДАУНТАУН ЛА Сделать тур по Посмотреть, какие у них есть квартиры и сколько Что стоит Поэтому, если вам понравилась эта рубрика То в этом влоге она немножко Продолжение следует Поэтому, если вы готовы Поехали Очень гламурный Билдинг, во-первых, паркуют валетом В этом билдинге И там столько всяких крутых тачек стоит Посмотрим, они много обещают Спасибо И здесь Главное вид Да Так что сколько у них есть? Эта рубрика стоит В 4146,12 Ок Это У нас есть У нас есть У нас есть У нас есть Балконы И у нас есть Какой цель Это У нас есть Сейчас мы пойдем в мою самую любимую секцию Вы знаете, я коллекционирую этим фанку, апс Но вы знаете, что я коллекционирую только специфический жанр, и это аниме. Поэтому мы сейчас зайдем вот сюда и посмотрим, чего у меня еще здесь нету. И чего мне бы хотелось бы здесь. Начнем, наверное, с Наруто, да? Да, я ему такое говорю, скоро начинается марафон уже, и набор уже скоро закрывается, и он мне не поверил, представляешь? Что? Ну это дурак. Я куплю это. Я нашел гораздо больше, чем я слышал в Польшу. Это действительно, что мы слышим. Да, я уже слышу. Как обычно, я пришел вообще без намерений что-то покупать, и я вышел с вот этим. Ничего страшного, подумаешь. Мы нога колофф. Я знаю, что это было много времени, сегодня, у нас есть. И это было много времени, Мы сейчас с вами находимся в самом дорогом продуктовом магазине в Лос-Анджелесе. И, ну, как назло, я не могу найти ничего прям супер дорогого, что вам показать и вас удивить. Я тут закупаюсь каждый день. Это мой второй раз, наверное, в этом магазине, но я пытаюсь, но я не могу. Ну, например, вот смотрите. Просто порошочек вы добавляете там в себе в смудри или что-то типа такого. Протеин и гринз. 90 долларов. Банка соуса для мяса. 18.50. Как вы поняли, мы с вами сейчас в Беверли-Хиллз. Вы поняли, потому что, ну, вы-то здесь каждый день гуляете, я-то знаю. С этой недели начинается у нас такая, ну, прохладная довольно-таки погода. Ну, вот, видимо, в куртках. Все серьезно. Но я сейчас мне нужно заехать в магазин Nespresso, потому что у меня закончились... Ну, вот эти вот вкусы, вкусы, боже мой, подз. Закончился у меня кофе, короче. Я ходил в магазин Nespresso, тем более сейчас, ну, как вы знаете, праздники. И поэтому у них очень много, простите, если шумно от ветра, у них очень много разных праздничных, эксклюзивных, типа всяких, лимитированных вкусов тоже сейчас есть. Поэтому пойдем сейчас смотреть. Да, вы знаете, что я обычно всегда пью монстр, но когда Рождество приближается и вот новогодние праздники, все такое, почему-то у меня какие-то странные ассоциации. Мне всегда хочется кофе ближе к рождественскому сезону и к Новому году и всему такому. Мне так нравятся эти магазины, они такие крутые, это как Apple Store, только для кофе. Стало темнеть у нас сейчас в 5 вечера, вы думаете, сейчас поздно, время 5 вечера. Знаете, почему я в очках? Потому что я дурак. Ну, во-первых, зима начинается скоро, во-вторых, мы перебили время, может, до сих пор переводим время два раза в год. Час вперед, час назад, поэтому из-за этого, ну, блин, неприятно. Неприятно, когда темнеет рано, я не люблю, по крайней мере, но что поделаешь, я снова надеваю свои очки, потому что я дурак. Я вернусь в конце концов? Да. Я вернусь в конце концов? Я буду тебе номер. Я буду тебе номер. Это было около 3 1⁄2 лет назад, когда мы были сюда в Л.А. И это вообще у нас последняя была у странная страна. Это было около 6 лет. Я вернусь в конце концов. Ура. 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 Вау, я хотел использовать этот фильтр, но я понял, что у меня нет для размера этой линзы правильного фильтра, поэтому из окна пересвет, но зато меня видно. Итак, давайте посмотрим мой клип Other Side, и я про него немножко поболтаю. Если вы его еще не посмотрели, то видите, все-таки я заставляю вас его посмотреть хотя бы вот так вот. Поехали. Это был первый съемочный день, было два съемочных дня, все-таки первый съемочный день был, сейчас скажу, не помню, в конце октября, и второй съемочный день был в начале ноября. Видите, у меня даже два разных цвета волос в эти разные дни. Это получилось не совсем специально. Вспышки, вспышки, типа она такая вся известная, такая вся звезда, и я такой, типа, простой, обычный, и вот она Other Side. Вот это другая сторона, типа вот концепция всего клипа. Вот эта вот вся история находилась, по-моему, на 12 этаже в Даунтауне. Я, если вы не знаете, я очень боюсь высоты, вот, поэтому, ну, мне не очень было комфортно, но я справлялся как мог. Хорошие сеты были на этой второй локации. Вот эта вот кафешка, типа, вот это первый день, да. Знаете, как я это называю? Свитер, который на мне серый. Он называется Бабушкин Кошмар. Вот это вот, да, Living, вот этот вот тоже, это один из сетов на втором дне. Да, вот он, вот этот, Fire Escape это называется. Вот этот шот у меня был в голове, ну, практически с самого начала. И прикол получился в том, что, когда мы сняли на первый день, мы сначала же сняли первый день, ну, естественно, где я один, ну, вот в этом первом помещении, вот здесь вот. Мы сначала сняли это, и потом на второй день мы пытались сделать, ну, одинаковый фрейм и все такое. Мы со всеми измерениями, типа, какой, как далеко от меня находится камера, на какой высоте она расположена, все прям, да. Но я поворачивал, и, блин, моя команда, которая снимала видео, они были правы. Я поворачивал голову не в ту сторону на второй день, и мне пришлось видео с первого дня зеркально перевернуть, чтобы совпадали движения головы. Дурак, короче. И это можно заметить, потому что у меня кольцо в носу. Видите, в этом шоте его нету. А тут он появляется. И это на другой стороне. Дурак просто. Вот это вот вращение мы делали раз в 30, наверное. Офигенный кадр. Мне нравится, как и приглушенный, вот свет какой приглушенный на вот этом вот, где Living Room. Эта идея тоже у меня была сразу, с самого начала практически. Это тоже, я просто хотел использовать этот camcorder очень сильно, очень сильно. А, блин, я забыл вам упомянуть. Короче, мой главный герой все это время в этих вот кадрах, типа, я на этой other side, да, но у меня все равно в голове есть мысли того, что это все не настоящее. И когда вы видите, что, типа, я смотрю на нее, я, как бы, в легком шоке и слегка, ну, не понимаю, что происходит. И каждый раз, когда я смотрю в камеру, типа, ну, разбивая вот эту вот четвертую стену, или как-то, я не знаю, как это по-русски называется, вот это, типа, осознание того, что я понимаю, что это не настоящее. Потому что я редко в этом видео смотрю в камеру, очень редко, только в определенные моменты. И это я смотрю в камеру тогда, когда вот этот барьер между фантазией и реальностью в моей голове разбивается. Конечно, вы бы это не поняли, если я вам это не рассказал, но и фиг с ним. Есть один кадр. Ну, типа, да, вот я просто пялюсь в камеру вообще без каких-либо эмоций в таких вот сценах. Ну, и, естественно, здесь тоже это большую роль играет. Типа, сначала я смотрю на нее, и потом я смотрю в камеру и понимаю, что, типа, это не существует. Здесь то же самое. Здесь тоже. Воу-воу, вот этот вот, именно здесь. Типа, тут я показал переход. И даже видно, как у меня выражение лица меняется. Сейчас, секундочку. Сначала я такой, типа, спокойный, и потом, когда я нахожу глазами линзу, у меня, типа, тревога небольшая. Ну что, я актер же, вообще-то, по образованию. Очень полезное образование. В жизни. Окей, бридж. Типа, да, я не понимаю вообще, когда я смотрю на нее, я не могу в это поверить. Поэтому я и не улыбаюсь, ничего. Я просто пялюсь, типа, вот так вот. Вот эта вот большая реклама за окном была крутая. Оу-е-я. Вот эта идея тоже у меня была с самого начала. Нинтендо 64. Вот, тут вообще, видите, она смотрит на меня, и я смотрю только в камеру. Просто пялюсь без эмоций абсолютно каких-либо тупо в камеру. Я не... Я, видите, я снимаю видео на YouTube, а перематывать на YouTube не умею. Где этот шот? Вот он. Вот, тупо просто вообще ноль у меня на лице эмоций. Я просто смотрю в камеру. Оу-е-с. Оу-е-с. Ну и вот, дорогие друзья, вот такой вот Other Side. Я давно обещал вам посмотреть его вместе, и только-только до этого дошел в этом скучнейшем, непонятном влоге. Но хотя бы мы это сделали. Самое главное, что мы это сделали. Лучше поздно, чем никогда. Время сейчас, боже мой, еще 11 утра до сих пор. Мне еще столько всего надо сделать сегодня. Поэтому, да, увидимся с вами чуть позже. Я вам покажу несколько кадров с мероприятия, которое сегодня будет вечером. Это мероприятие называется Квартирник. И вообще-то это русская туса в Лос-Анджелесе. Там собирается весь Рус-Анджелес. И Ян там будет выступать со своим кавер-бендом. И Ян очень крутой, и мы его очень все любим, поэтому мы обязательно пойдем и поддержим его. Вот, поэтому увидимся сегодня вечером. Я снова приехал в привычные вам подписчики районы, в которых вы постоянно тасуетесь. Бейерли-Хиллз. Вот, а я здесь новичок, поэтому покажите мне, чем-то тут вы обычно занимаетесь. Я тут ничего не знаю. Пришел, как вы мне посоветовали купить чемоданчик. Какой вы мне посоветовали, вы постоянно закупаетесь. Поэтому я вам доверяю. Спасибо. Купил чемодан. Это все. На этом репортаж закончится. Девушки отдыхают. Как самочувствие? Ну и вот, дорогие мои хорошие, на этом этот влог подошел к концу. У нас сегодня идет дождь. Слава богу, я вчера не помыл машину, как хотел. Мы увидимся с вами в следующем влоге. И в следующем влоге мы с вами будем в другой стране. Заинтриговал? Увидимся с вами в следующем влоге. До свидания.